Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Могу сказать, что литература вам не рекомендуется, потому что книги пишутся для психологов, для тех, кто интересуется психологией, но не для тех, кто реально работает над своими проблемами, не для тех, кто нуждается в помощи. Таким людям книги только повредят. Кстати, есть несколько странных вещей в вашем тексте. Я на них, наверное, сейчас обращу внимание, а потом пройдусь по всему тексту и попробую вам помочь. Странный момент номер один, что вы задаете, ну как странно, и вы, наверное, об этом не знаете, но вы задаете вопросы из совершенно разных сфер, профессиональных сфер. То есть, да, я понимаю, что вопрос задается как бы нескольким экспертом, да, и, например, психоаналитики в большей степени ответят на, там, допустим, второй вопрос, вопрос, а там, сексологи ответят на другой вопрос, да, и так далее. Вот. То есть, как бы, как бы это понятно. Но поскольку вопрос, то вы задаете платный, то, соответственно, можно говорить о том, что победителя, то есть лучшего эксперта, лучшего ответа, скорее всего, не будет. И связано это именно с тем, что слишком избранных сфер вопросов было бы логичнее обратиться к сексологу еще дальше, либо его рекомендации соблюдать и так далее. Это было бы правильно. Следующий момент, он заключается в том, что вы очень рафинированно все описываете. То есть, а у вас как будто, знаете, некая безнадежность, что вы не справитесь с этим. Это очень дурной знак вследствие депрессии или депрессивного состояния, может быть. По крайней мере, я это увидел. Если так, то нужно продиагностироваться у врача, у врача, психотерапевта. Обязательно. Вот, значит, ну, давайте мы с вами теперь попробуем последовательно разобраться с тем, что вы написали. И попробуем вам помочь. Итак, значит, почему я необоснованно ревную мужа и как перестать это делать? Ревнуете вы мужа необоснованно потому, что неуверенность в себе. И ваша неуверенность в себе, она заставляет вас сомневаться в том, что вы единственно прекрасна, единственно привлекательна для мужчин, ну и так далее. Кроме того, есть определенная степень зажатости у вас. И что интересно, эта зажатость проявляет себя во сне. Как вы говорите, ваша мама не любила вас, вам не хватало ее ласки, не хватало тепла. И, соответственно, у вас встали не хватает любви к себе. Если вы не любили себя, то, соответственно, вы не можете поверить, что мужчина может любить так же безусловно и сильно вас. И, соответственно, из-за этого вы как бы и испытываете такую вот себе неуверенность. Кроме того, скорее всего, вы боитесь потерять мужа, потому что вы боитесь остаться одна, например. Вы боитесь остаться одна, например, потому что без него вы сами себя не будете чувствовать ценной, не будете чувствовать себя любимой, нужной и вообще женщиной. Что говорит о том, что сами по себе в одиночестве себя женщиной вы, скорее всего, не чувствуете. И не испытывая к себе любви, то есть вам вот не внушили, да, что вы любима, что вы единственная. Вам нужен другой человек, чтобы себе это доказывать, чтобы чувствовать себя такой. Вы говорите, испытываю беспокойство. Беспокойство вы испытываете именно по этой самой причине, что беспокойство, чем это для вас грабит. Ну вот просто подумайте. Вот измена, да? Что для вас измена значит? Почему вы ее так боитесь? Ведь это не любовь к мужчине вас говорит. Это говорит ваше собственное чувство. Можно сказать эгоизм. Можно сказать страх одиночества. Страх одиночества в данном случае вполне естественно, потому что не имея любви к себе, не принимая себя полностью, целиком. Вы, естественно, не можете быть одна, потому что тогда вы оказываетесь один на один с тем, кто не принимает вас. То есть сами собой. И естественно, вам нужно быть с кем-то, чтобы постоянно гнать от себя эти мысли. Далее. Вот вы пишите, что, так, понимаете, что все было на пустом месте. Правильно. Все было на пустом месте. Но на каком бы пустом месте не была бы проблема, все равно вы боитесь, потому что для вас это важно. Потому что вы имеете личный интерес в том, если потеряете своего мужчину. Хотя я предлагаю вам ответить на вопрос. Измен это она. Что значит? Измен это она. О чем говорит? И как вы воспринимаете измену именно в своем контексте? Я уверен, что вы думаете, что если вам отменили, то это именно вы самая плохая. Это именно вы недостойны и так далее. Что касается женщин, то это, возможно, та, которой вы хотите быть. Причем крупная, крупная, это значит значимая, то есть вы хотите быть значимой. В данном случае габариты, ну габариты человека обозначают только то, что этот человек имеет вес. Вы же веса, как бы, ну вы же веса не имеете по вашему мнению. И из-за этого в вашем сне, из-за этого в вашем сне представляется такой человек. То есть нужно понимать, что круг, габариты вот этой женщины здесь, это то, кем вы хотите быть, кем вы себя желаете видеть в переносном смысле слова. Задумайтесь, почему она расстроена и почему человек именно так воспринимает это известие. Далее вы пишите про родных, которые навязчиво дают совету. Здесь нужно подумать, почему вас это раздражает, что вам дают совет. Вот подумайте об этом, почему вас раздражает, вы чувствуете себя неуверенность, вы не чувствуете себя самой лучшей мамой для своего ребенка. В чем раздражение, почему эти советы вас задевают. Понимаете, средобольных людей, которые желают помогать людям постоянно, много. Люди, которые думают, что они должны вмешиваться во все, как правило, это люди, у которых есть свои проблемы. Но свои проблемы они не решают, зато пытаются решать проблемы других. К таким людям нужно относиться, опять же, не эгоцентрически. То есть вы расцениваете их поведение как нацеленное на себя, а в действительности эти люди действуют только в своих интересах. В действительности эти люди действуют только потому, что им это нужно. И когда вы поймете, что они действуют так, потому что это нужно им, а не вам, я полагаю, что раздражение уйдет. Ну и когда вы поймете, в чем именно вы сомневаетесь, какие слабые места высвечивает это самое раздражение. Далее, на протяжении последних месяцев беременности появились проблемы во взаимоотношении с мамой и кровью, и бабушкой и музей. У всех троих единственный ребенок, с недавних пор единственный внук. Сейчас все разрешилось с помощью психолога. Значит, меня будет, могу уверенно настоять на своем. Тем не менее, я до сих пор испытываю раздражение в их присутствии. И кажется, мама воспринимает меня теперь не как дочь, а как женщина, которая надевает ее внуков, с которой она вынуждена договариваться, так как безумно его любит. Здесь ситуация такова, что вы ревнуете. Вы ревнуете, вы ревнуете твою маму, ревнуете, что она к вам относится больше негативно, ко внуку лучше относится. Вы ревнуете, потому что она воспринимает вас как средство, как носитель, да? И вам не хватает ее любви. Всегда не хватало любви. Вполне возможно, что ваша мама так же, как и вы, в чем-то видела и видит вас, соперника. То есть она не смогла любить вас, потому что именно вас она видела угрозу себе, в чем-то. А вот внука, пожалуйста, она любит делать для него все, что можно и, в общем-то, не воспринимает его как соперник. То есть вот то, что вам не дадала мама полноты, купируется через личностный рост, через свои ценности, через свои убеждения, через выработку навыков действовать в этом ключе. Так, со мной мама сдержана, почему? Ну вот я вам ответил на этот вопрос. Также я боюсь, что когда разве девочку, буду воспринимать ее как соперницу. Да, потому что ваша мама воспринимает вас как соперницу, правильно. Другое дело, откуда у вас этот страх? Почему именно этот страх вам передала его мама? Вы повторяете родительский сценарий, который необходимо скорректировать. Выяснить и проанализировать причины такого отношения к вам, к вашей маме. И после этого в обязательном порядке уже действовать осознанно. Потому что пока вы действуете не осознанно. Ну, представьте себе, да, что если ваша мама, например, всю жизнь внушала вам, что вы ее соперник, то, естественно, вы своего ребенка, наверное, тоже будете считать соперником. Потому что, ну, вы думаете, что мать и дочь, это люди, которые соревнуются между собой. Вот. И, как бы, вы всегда будете на этом уровне. Вы не подниметесь выше. А вот с помощью психолога можете подняться. Другое дело, что вы почему-то не работаете с этим психологом больше. И это вот немножко странно. Далее. Свекровь много заросшего для меня сделала, да, надо быть ей благодарна. Вот опять должна. Вы говорите, что должна, но кому должна? Откуда это? Вы либо благодарны, либо нет. И если вы благодарны, то это искренне. Если вы неблагодарны, то, в конце концов, для чего свекровь-то это делает? Ну, вот то, что она делает. Не для вашей же благодарности, правильно? А разложение вы чувствуете, скорее всего, опять же, потому что соперничество. Ну, и кроме того, вы там про нее рассказывали, да, что она выделает из себя видео. Вот. Вот. Значит, все время навязывает свою помощь, дает советы, рассказывает, как прекрасно живет и убеждает жить так-то. Что это самое касается нашего сына? Ну, знаете, свекровь, у нее явно некуда девать энергию, энергии много, а вы это воспринимаете негативно, опять же, только потому, что неуверенность в себе, и эта неуверенность в себе, она не позволяет вам воспринимать ее именно как бабочка. Ну, как бабочка. То есть, посмотрите, вы никого не воспринимаете просто как, ну, определенных людей, определенных субъектов носителей своей роли. Вы всех воспринимаете как угрозу себе, как соперников, вот со всеми как будто соперничаете. И, ладно, я мог бы еще понять, если бы это была сестра мужа, но это бабочка, свекровь, то есть, это женщина, которая уже довольно пошлая, хоть и, там, ну, выглядит как-то так, да, вызывающе. Ну, и к своей маме тоже вы воспринимаете, вы также воспринимаете, почему вы видите угрозу, а в неуверенном себе. Вот вопрос в том, в чем именно вы не уверены, почему вы не уверены, и почему вы себя не принимаете, ну, не разбираться. Так, кроме того, раздражение это потеря комфорта, то есть, раздражение это означает, что вы выходите из, вы выходите из комфортного состояния, почему-то, и входите в состояние некомфортное, дискомфортное. Вот тоже вопрос, почему. Так, раньше за моей спиной выкидывала продукты, приезжала неделю на полдня, однажды с моей мамой вывели ребенка врача, она там себя присекала, который к приезду врача исчез. При этом говорит мне, так, ну, вот это вот вы как бы жалуетесь на нее. Знаете, это энергия пожилых людей, которым больше просто некуда деваться. Вы их воспринимаете как разные себе, потому что они вам угрожают из-за вашей неуверенности. А, действительно, это просто люди, у которых, вот, они живут в другой реальности, у них кроме этого ничего больше нет. Знаете, тут не на них нужно жаловаться, а себя спрашивать, почему меня это задевает, почему меня это беспокоит, почему меня это раздражает, да. Вот, при этом свекровь уговаривает надужать ее мамой, прикасается, обнимает, точно так же бабочка мужа. Ну, это может быть семейные традиции, то есть к этому нужно относиться спокойно. Хочет обнимать, пусть обнимает, хочет прикасаться, пусть прикасается, если вам это неприятно, вы можете так и сказать. Или отдалиться, или делать это очень быстро, вот. Здесь важно соблюсти баланс между тем, что вам удобно, что вам комфортно, и тем, что вы можете сделать для того, чтобы соблюсти, ну, чтобы быть вежливой, чтобы соблюсти правила этикета. Муж на моей стороне, может очувствоваться. Так, значит, поначалу сейчас ведут себя так же. Как избавиться от раздражения? Видим, что уже редко стоит просто терпеть. Нет, ну, если редко видите, то можно и потерпеть. То есть, ну, при этом вас никто не заставляет обниматься с ней постоянно. И, ну, вот она пришла, например, в гости, вы ее обняли, и все. И потом просто сидите от нее подальше, и нормально. А если прикасаться, то просто демонстративно отчасти от нее, и все. Как бы. Умный человек это поймет, который уважает вас. А не уважающий вас человек этого не поймет и обещать ему бесполезно. Что касается того, что вы пишете дальше, то это, опять же, не уверенно в себе. Вот. Это, опять же, не уверенно в себе. Именно как женщина, то есть вы на фоне нее чувствуете себя хуже. Это чисто ваша проблема. Это не проблема свекрови. Как таково. Ага. В мамане 12 с отцом, когда мне было полтора, папа контузивала, проблемы с головой, лечи лечатся, не работают. Меня открывали до 14 лет. По настроению мамы и мамы отца виделись с папой регулярно. Видела. Грузина была в Синеколаде, 14 она не хотела на настоящую хоп-папу. А почему в 14 вам не хотела на настоящую хоп-папу? В 14 обычно друзья, коллеги, там первая любовь, там какие-то группы, там компании, увлечения, хобби, желания. Своя деть, почему вы 14 лет с папой время проводили. Это нужно выяснить. Мама была вынуждена рассказать мне о его здоровье, я начала его бояться. Почему? Ну рассказала она вам о моем здоровье, что-то страшного-то. Или он уже тогда делал что-то такое, что вас пугало. Непонятно, здесь чего вы боитесь, но в любом случае это нужно выяснить, потому что о страхе он уже разговаривает. И сразу разом снова и снова его проговаривают. Что-то вы боитесь снова и снова. Мама, так, значит, через пару лет работала промоутер в магазине, он подошел и ударил меня, потом ушел. Боюсь встречать с ним до сих пор. Так, как вот это вот понять? Работала промоутер в магазине, он подошел удар, он был там в магазине или что? Как это вообще произошло, что вы вместе-то были? И чего именно вы боитесь конкретно? Чего вы именно боитесь? Если вы, например, боитесь беспомощности, то с этим можно работать. Если вы боитесь удара, то с этим тоже можно работать. Например, можно просто определить, что именно вы боитесь, а просто наоборот постоянно повышать уровень ясности. То есть понятно, что вы боитесь постарения. Это защитный механизм, но как бы нужно подготовиться к тому, чтобы было, что противопоставить. У вас противопоставить нечего получается. И из-за этого вы боитесь. Так, в момент стресса страх бывает сильным. Это точно не понятно. Какой стресс и страх перед тем, бывает сильным? То есть если вы после этого не виделись, то тут не ясно. Как убрать страх? Ну, только работа. Работа, проговаривание, выражение, плюс подготовка. То есть, подготовка к тому, что вы будете делать в случае, если такая ситуация повторится. Вы боитесь ситуации и последствий, а не того, что это произойдет сама по себе. Его мама уже старенькая, ему понадобится помощь. Ну, здесь, я думаю, что, во-первых, вы сейчас можете подсказать от кого-то другого. А во-вторых, если будете работать с тем, что вы боитесь, то через довольно небольшой срок, вы будете меньше бояться и вам нужно будет с ним сметаться потихонечку, видеть, что ничего страшного нет. Так что, бабочки, вы можете помочь двумя способами, зависит от того, какой вы выберете. Так, ну, что касается пятого вопроса, я читать это не буду. Могу сказать только то, что истоки все оттуда. Из того, что мазохист, мазохистические у вас триггеры есть. То есть, мама, она проявляла эмоции только когда была либо зла на вас, либо очень эмоционально взвинчива. И поэтому вам это нравится. Только принуждение, только унижение. Вам это нравится. В этот момент вы чувствуете, что, ну, что вас любят. Отсюда и все остальное идет. Вот, обратилась к психологу. Так. Вот вы сказали, что вы обратились к психологу, да? Это помогло. А дальше, почему вы не работаете с этим психологом? Вот. Чтобы получить удовольствие, нужно чувствовать себя любимой, чувствовать уверенность У женщины удовольствие, оно в сорнанность. Вы не можете получить удовольствие, потому что не уверены, сомневаетесь. Соответственно, как будете более уверены, как перестанете бояться, так и удовольствие придет. О моей жизни. Вкратце, 2-й, 3-й класс указывал мальчик, цветы, подарки, обещал жениться. Ну да. Потом сказал, что теперь ему нравится другая общение прекратилось. Сильно-сильно расстройство. Это нормально. Вопрос в другом. Проговаривали ли вы свои чувства? Проговаривали ли вы их? Мас с мамой. Вообще, ставлю такое ощущение, что вы очень много все в себе занимаете и вообще не наговариваете ни о том, чего хотите, ни о том, что вам нужно. И все делать только для других. Я уже сказал, да? Вот проявление депрессивного состояния. И именно из-за этого, вот с этого нужно начинать. Регулярные консультации на проговаривание вообще всего. Начиная с детства и заканчивая настоящим временем. Вот. Ну, вы удивитесь, как много-много страхов у вас просто не станет из-за этого. Так. Значит. Рассталась с сожителем. Мама. Плохой сценарий, что она с сожителем взяла. Вот. Вели два года. Ласковый, любящий. Было много слез после расставания. Рассталась с мама против. Ах, ну, надо что-то. Удал и сильно пил. И на тунадо встречал с мальчиком в лагере. Рассталась без объединения причин и сбегала общения. Я тоже была очень расстроен. Но это детская любовь. Опять же, приговаривали ли вы это? Примерно тогда две сестры и мамы развелись из-за пьянства мужей. Так. То есть здесь у нас имеет место быть видимо семейная модель мазохистического созависимого поведения со страной женщин и вы ведете себя так, где вы созависимы. Да? Своего мужа вы созависимы. В следующие годы я встречал с мальчиками и бросал их первых. Он наскорее боялся бросить меня. Ну вот. Уже появилось неверное в себе. То есть вы не проговаривали это. Вы не понимали причин. И модель поведения закрепилась. Иногда поступала с ними жестоко. Мне было 16. Мама встречала отчима. Свой бизнес, любовь, деньги. Я проверил, что в отношения все мог быть хорошо. Влюбилась в парни. Почему вы поверили внезапно? Как вера относится к влюбленности? Не очень понятно. Через пару лет при наших чувствах он удивился. А почему только через пару лет? Чего ждали? Что-то отчего? То есть вы в отношениях были с ним все это время? Получается. То есть привыкали страдать? Ну вот вы и страдаете. Отсюда все ваши фантазии и идут. Сказал-сказал, что я ему очень нравятся. Я сама дала понять, что он ничего не хочет. а это правда, что вы ничего не хотели, тогда он смотрелся к сестре, стал ухаживать, потерял интерес и бросил его. Но дали надеть, ну зачем-то, а для чего тогда в чувствах признались, как вообще вы комбинируете то, что вы признались в чувствах и потеряли интерес. Были чувства или был спортивный интерес, доказать что-то себе, но в любом случае чувствуете, да, чувствуете, как вы действуете. Чувствуете, да, что вы самоутверждаете за счет другого. Перед парой лет, так, значит, так, потом два с половиной года отношения с другими. Первый секс, девятнадцать лет. Родошли, после университета хотел семью и детей. Зачем, для чего, для чего хотели семью и детей. Так, он хотел погулять, бросил университет, не хотел работать. Ну то есть, по сути, вы здесь повторяете модель поведения мамы своей. Его мама считала, что университет слишком молод для семьи. Ну, значит, сын, вы выбираете мужчин слабее себя, чтобы инструктивно вы таким образом опять же самоутверждаетесь. Так, сделал мне предложение, его мама была против, мчс, а мешкался, расстались. Ну, вообще, это рановато, конечно, рановато, конечно. Рановато, там, двадцать, какой-то там был, двадцать трилом, да, после университета. Рановато для брака. Значит, так, еще, так, моя вина в том была. Я постоянно тесула к нему отображение, отображение, а из-за чего, почему, в чем причина. Опять же, проговаривали ли вы это все. Еще через пару лет, может быть, вы отца искали в этих мужчинах. Вот, следующий мужчина, который старше вас на одиннадцать лет, это и был, и был, вот, отец. Это был отец. И вот раны были планы замужества, бросил, не объясняя, не объяснял. Скоро узнался, встретил другую, на ней женился. Так, ну, здесь у вас явно проблемы с женской моделью поведения. То есть вы не умеете, не можете мужчину к себе привязать, не можете выставить с ним правильные отношения. И, скорее всего, очень быстро в нем растворяется. То есть, ну, идете на позиции ведух-ведомы. Вот, это мужчинам не нравится. Так. Далее, впервые не было негативных чувств, не было обиды, и больше всего хотелось счастье для него. Так. Но это была любовь. Это была любовь, да. Об этом молились. Так. То есть вы веруете в человек, получается. Ну, с аспектом веры тоже нужно работать, как она влияет на ваше милогрение и восприятие. Так. Вы если замуж, родила сына, смутим отношения хорошие. В сексе все нормально. Опять же, как нормально, если вы удовольствие не получаете? Не получаете. Непонятно. Любим друг друга. Любим друг друга. Однако, если у него позвонят тренинг, конечно, я виноват. Так. Ну, это классическая реакция вот человека. образ, которого я описал, да, то есть модехистический, модехистичный, неуверенный в себе, соответственно, живущий тем, кто надо, не тем, кто хочу, имеющий проблемы с личными границами и, собственно, берущий ответственность для других, то есть гиперответственный. Так же, как, например, ваша мама, вот она не уважала ваши границы личные. И так же вы, эм, как бы, вот ходите, чтобы все всегда было идеально. Вот. И вот может быть, что вы сами провоцируете это его настроение плохое, потому что, как бы, именно так вот чувствуете себя, ну, более комфортно, да, из того, что вы написали разно. С другой стороны, эм, вы, раз вы говорите, что она у вас в этой любви, значит, боитесь остаться одна, ну, это я тоже уже говорил, в принципе. Вот. Ну, эээ, я могу сказать, эээ, работа, ну, не знаю, регулярно, эээ, с вами. То есть то, что я вот здесь, эээ, всего наговорил, это правильно, полезно, но это, эээ, начало только. То есть по каждому пункту, по каждому вопросу, эээ, серии консультаций. Начиная с самого раннего детства, проговаривая все ваши, эээ, серьезные, яркие моменты. Вот. Вот. То есть просто вот рассказываете о своей жизни, все, что знаете, все твои переживания, все это обсудение, 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 обсудение. Вы заметите, как меняется ваше, эээ, восприятие, вот, всего. Это работа. И работа это не на один, эээ, день, не на один раз и даже не на месяц. Вот. Это серьезная работа, психоаналитическая работа. Вот. Ну, вот. Вот слышны регулярные консультации. Вот. Потому-то и модель женского поведения, восприятие себя, и личностный рост, и, эээ, родительские отношения, и страхи, и сексуальное поведение. Все это за один ответ, ну, при всем желании, никак, не, нельзя, эээ, разрешить, разрешить. То есть, как вы хотите, чтобы вам помогли, эээ, именно в формате ответ, эээ, ответ вопрос. Вопрос-ответ, не очень, не очень понятно. То есть, нет, ну, да, написать вам что-то, да, какой-то облегчающий текст, вам будет легче, легче. Ага, потом, что потом? Потом все вернется. Работа нужна. Ну, и человек, которому вы, 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 вы доверяли. Постоянно. Все время. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!